Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Елена, и вы слушаете подкаст о самых горячих новостях из мира холодильной индустрии. Сегодня мы обсудим пять главных событий прошедшей недели. Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь нашим позитивным обзором. Начнем с важного обновления для российского рынка. Наши специалисты предупредили, что введение новых требований к вводу холодильников и кондиционеров с определенными хладагентами может привести к увеличению сроков поставок и повышению цен. Теперь для ввоза техники, заправленной такими веществами, как R-304A и R-4010A, требуется лицензия. Компании, как Marvel Дистрибуция, уже оформили необходимые лицензии, чтобы минимизировать перебои поставок. Тем не менее, возможные задержки все еще вызывают вопросы у DNS. Следующая новость приходит из Пскова, где компания Elementum начала использовать контроллеры Redan для своих станций центрального холодоснабжения. Новая технология не только экономит электричество, но и гарантирует дистанционный мониторинг через CloudControl. Контроллер R-KPK3Savadin, уже ставший бестселлером, позволяет управлять как спиральными, так и поршневыми компрессорами, обеспечивая множество инновационных функций. На выставке, сделанном в Татарстане, компания POSIS представила свою новейшую специализированную технику. Их медицинский морозильник, разработанный для хранения лекарств и биоматериалов, поддерживает стабильную температуру, сохраняя фармацевтические свойства. Это оборудование особенно востребовано в учреждениях здравоохранения и пользуется успехом среди гостей выставки. Новинка от завода Бирюса – многофункциональный холодильник Бирюса TD-530SG. Этот стильный многодверный сайд-бай-сайд холодильник оснащен встроенным винным шкафом и льдогенератором. Энергосберегающий двигатель и разнообразные температурные настройки делают его идеальным выбором для хранения деликатесов и напитков. И, наконец, компания «Лидер» представила 40-футовый рефрижераторный контейнер с системой шоковой заморозки. Этот контейнер уже проходит испытания в суровых условиях Якутии и зарекомендовал себя как надежный и эффективный способ хранения продукции. Технология успешно прошла проверку на экстремальные климатические условия. Вот и закончился наш обзор. Надеюсь, вы узнали много интересного о последних новинках и событиях в холодильной индустрии. Полные версии этих и других статей вы всегда можете прочитать на нашем сайте «Холодильная индустрия». Спасибо, что были с нами. До новых встреч!